Кыргызстанцы вновь продемонстрировали своё великодушие и благородство, объединившись и оказав большую помощь пострадавшим вооружённым конфликте на кыргызско-таджикской границе согражданам. И даже на фоне этого трагического для всей страны события находятся те, кто пытается то ли воспользоваться моментом, то ли потому что просто по привычке дестабилизировать ситуацию, подвергая страну хаосу. Горе политики, да это и не политики вовсе, а те, кто был когда-то у власти, но безуспешно, сейчас не осознаёт, что на кону государственность и Кыргызстан может её потерять в результате их необдуманных поступков. В то время, когда на страну нападает внешний агрессор, внутри самой страны таких агрессоров тоже предостаточно. Все мы знаем их имена, но вопрос в другом, сколько ещё мы будем терпеть это, опасаясь, что в любой момент эти политики просто разрушат страну ради своей выгоды. Причём аналитики говорят, что эти отдельные лица используют самые грязные методы и даже объединяются с криминалитетом. А всё ради личных амбиций и должностей в высшем эшелоне власти. Эти люди поджидают момент, когда действующая власть, по их мнению, ослабнет. Уже неоднократно они пытались устроить беспорядки в столице. Помните, когда группа людей у дома правительства требовала выдать им оружие для защиты границ, а когда им сообщили, что это невозможно, но можно отправиться в военкомат для всеобщей мобилизации, тогда уже желающих не оказалось. Конечно, заметно, что несколько политиков заинтересованы, чтобы в стране вновь наступил хаос и разруха. Причём занять должности стремятся те, у кого она уже была, но продемонстрировали они весьма неэффективную работу, говорят общественные деятели. Потому единственный шанс для них сейчас дестабилизировать ситуацию в стране. К великому сожалению, многие амбициозные политики никак не могут обуздать свою, так сказать, пассионарную сущность, что ли, да? В общем, культурно говоря. Сейчас какое время? Сейчас очень тяжёлое кризисное время для Крылгистана наступило. Во-первых, это у нас слабая экономика по известной причине, по причине пандемии, по причине того, что предыдущие руководители практически ввели антинародную свою экономическую политику, да? Мы сейчас в глубоком экономическом кризисе находимся. К тому ещё и был очень такой больной боткинский кризис. Кризис. Была агрессия со стороны Таджикистана, причём военная агрессия. Мы должны сейчас объединиться. А вместо того, чтобы объединиться, значит, некоторые представители оппозиции выбрали, значит, очень такое, мягко говоря, неразумное, так сказать, своё дело, значит, своё решение, а это ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас, как никогда, необходимы единство и сплочённость народа, и именно к этому должны призывать отдельные политики, а не наоборот, как это происходит сейчас. Аяна Нюшикеева, Азамат Джапака, ФАЛАТО, 24.